Разработчики документа говорят о том, что сейчас главная цель закрепить статус детей войны законодательно, однако эта цель не единственная. В законе определено, кто такие дети войны. Это люди, которые не достигли 18-летия до 3 сентября 1945 года, то есть на день окончания Второй мировой войны. И это более 100 тысяч человек. Что касается мер поддержки, одна из ключевых – ежегодная выплата на 9 мая, когда страна отмечает День Победы. А также нефинансовая часть первоочередного обслуживания в медицинских и социальных учреждениях, а также учреждениях культуры. Мы действуем очень взвешенно для того, чтобы дети войны реально почувствовали поддержку, для того, чтобы появился закон. А это, конечно, системная поддержка, потому что мы знаем, что постановление губернатор начал принимать после того, как мы данную инициативу вынесли публично. Но постановление губернатора не есть закон, и, соответственно, они не обладают такой юридической силой, как закон Владимирской области. Депутаты пригласили на фракционное рассмотрение законопроекта тех, кого вопрос непосредственно касается. Лидия Александровна Чудакова приехала из Гусь-Хрустального, говорит, что дождалась признания государством статуса. Это для детей войны официальное признание региональной властью их заслуг и их потери, конечно, необходимости помогать таким людям. Да, конечно, хотелось, чтобы сегодняшний день послужил толчком для статуса «Дети войны». И какая-то материальная поддержка была. Конечно, надо удостоверение признать статус «Дети войны». Это обязательно. Сейчас у нас есть «Дети войны» медаль. Это уже гордость. Ветеран труда – это гордость. У меня еще девять медалей, кроме них. Это, конечно, гордость. Даже на День Победы оденешь. Между тем, сегодня более 10 тысяч человек в Владимирской области, которые, попадая под категорию «Детей войны», не получают никаких льгот. И эту социальную несправедливость нужно устранить в первую очередь. Фракция «Единая Россия» уже дорабатывает поправку ко второму чтению закона. Мы планируем внести, по сути, после первого чтения очень важную поправку в данный законопроект от нашей фракции в законодательном собрании, от партии «Единая Россия», которая направлена на более весомую поддержку «Детей войны». Заключается она в предоставлении 25-процентной скидки на оплату коммунальных услуг. Причем формулировка будет такая, которая позволит, прежде всего, поддержать тех граждан из этой категории, которые не имеют других социальных выплат. «Это, в принципе, серьезная сумма, поэтому мы договорились принять пока закон в первом чтении, потому что нужно провести просчеты, потому что на удостоверение требуется порядка около 5 миллионов рублей, а на данную льготу где-то уже порядка 150 миллионов рублей. Это серьезная сумма, поэтому нужно ее просчитать и нужно найти источник». Дети войны из разных муниципальных образований сегодня сами увидели, как идет процесс принятия данного законопроекта. Нина Федоровна Бычкова, председатель Совета детей войны Лакинска, рассказывает о том, что писала множество писем с просьбой о поддержке в городскую и районную администрацию, прекрасно понимая, что на таком уровне вопрос о детях войны не решить. Поэтому обратилась с вопросами дальше, и вот она уже в ЗАГС собрании слушает, как обсуждают такой важный для нее закон. «То, что дети войны, они пережили, мало того, что военные лихолетия, многие из них потеряли отцов. Вот сейчас живущие люди потеряли во время войны, и сами жили в нищете, рано вышли на работу, поддерживали нашу страну, но в основном голодовали. Боже мой, как же они плохо питались во время войны, это не рассказать. У нас очень много, конечно, проживает в городе Лакинске детей войны, и мы от всего коллектива очень благодарны Единой России, которая будет стараться принять сейчас на себя поддержку детям войны».